Есть еще два примера в Писании примеры молитв Павла. В принципе, есть больше, но есть больше, но не всегда те примеры. Остальные можно расценить как молитва, хотя все-таки, если прочитать, можно сделать такой вывод. Опять же, дам вам еще небольшую домашнюю работу. Филиппийцам 1 с первого по одиннадцатый стих. А, с девятого по одиннадцатый Галатам. Нет, Галатам. Почему Галатам? Колоссянам. Первая глава Колоссянам. Третий-четвертый стих. Если вы не помните, то это послание после Филиппийца войдет. Третий-четвертый стихи, первая глава. Из девятого по двенадцатый. Вот что я хочу, чтобы вы сделали, прочтите эти местописания и обратите внимание на содержание этих молитв. я хочу, чтобы вы записали то, чему вы научились на основании этих молитв. И поделились своими впечатлениями и пониманием этих молитв. и вопросами. Какие возникают у вас на основании этих молитв? Если вы сделаете это к завтрашнему дню, тогда мы сможем разобрать ваши вопросы. Если вы хотите, чтобы я вам помог с вашими вопросами, вы должны сделать это до завтра. Но это не требование. Следующее, что нам нужно понять, что ходатайственная молитва подразумевает дисциплину или требует дисциплины. Может быть, это не правда для вас или для некоторых из вас. Но на Западе в сравнении с постсоветскими странами мы живем в определенном достатке и процветании. И сегодня мы имеем много вещей, которые облегчают нашу жизнь или призваны облегчить нашу жизнь. Например, в Финляндии, потому что зимой выпадает много снега, есть специальная машина, которая убирает снег. Это значит, что у многих она есть. Это значит, что не надо махать лопатой и потом держаться за спину. Мы имеем и другие виды вспомогательных средств, которые должны сохранить наше время. И когда я говорил с многими людьми, они говорят, что у меня нет времени. Мы создаем машины, которые должны нам дать больше времени, но они так ничего не помогают нам в этом. Есть кондиционеры и другое, которые призваны сделать нашу жизнь приятней. Но большинство из нас, особенно на Западе, становимся очень ленивыми. И это никак не способствует нашей духовной жизни. Потому что есть аспекты жизни верующих. Мы не готовы делать то, что Бог нас просит делать. Потому что это не всегда легко. И особенно это касается ходатайственной молитвы, я считаю. Потому что это труд. Это продукт дисциплины. И иногда это борьба с сонливостью, с разочарованием и с какими-то беспокойствами. Ходатайство не прекращается, когда тело устает, а колени трясутся. И ходатайство никто не... Во время ходатайства никто не спешит, даже если проходит 15 минут. Это... Для ходатайства требуется наше посвящение и то, чтобы мы делали это нашим приоритетом. Вот чем это должно стать для нас. В моей жизни, в вашей жизни. приоритетом и посвящением. Мы часто пытаемся научиться молиться или повысить свою эффективность в молитве. И в итоге мы посвящаем время тому, что читаем книги, ходим на семинары и слушаем спикеров, но не проводим время в молитве. Для меня это было вызовом долгого времени. Чтобы стать последовательным и постоянным в молитве. И часто у нас опасность того, чтобы обретать знания, но не практиковать эти знания. Я не хочу этому учить вас, я не хочу, чтобы мы стали такими. Я хочу научить вас, чтобы вы могли практиковать это. Поэтому завтра мы проведем время в практике. Придите приготовленными. Чтобы стать ходатайами, мы должны практиковать ходатайство. Это значит, мы должны заставлять себя, когда это может быть болезненным для нас, пока это не станет привычкой, которая останется с нами. Привычка — это то, что мы не можем просто так оставить или бросить, или перестать делать. У людей есть разные привычки. Но мы должны развивать прежде всего духовные привычки. Читать Писание, проводить время в молитве. Это значит, что мы также будем настойчивы. Ученые исследовали практически все, о чем мы можем только себе представить. Сколько нужно сделать вот это, сколько на это уйдет времени, на это и на другое. В Финляндии даже определили, насколько большим стрессом является для деревьев нахождение вблизи дороги. Ученые работали даже над самыми нелогичными вещами. Но они говорят, что требуется от трех до шести недель для того, чтобы какая-то привычка укоренилась. Но нужно ее практиковать каждый день. Начинайте сегодня. Пусть это будет для вас привычкой ходатайствовать. Будьте настойчивы в молитве, пока это не станет частью вас. Когда мы смотрим на мир, мы видим, что они выработали определенные привычки или определенные вещи. Когда мы смотрим на мир, мы видим, как мир выработал определенные привычки и особенное поведение. в Финляндии у многих людей есть привычка прогуливаться вечером. Если вы выйдете из дому где-то в период с шести до девяти вечера, вы увидите, как многие люди гуляют или бегают или на скейте катаются, делают разные вещи. Это стало привычкой. Они просто делают это. И нам нужно развивать это в нашей духовной жизни. Мы должны быть готовы пройти еще одну милю, еще одно поприще. Мы должны быть готовы делать больше, чем то, что делает мир. Мягкость в этом мире, она, то есть такая ленивость в этом мире, она не поощряется, но в духовном мире, тем более, она может вообще привести к смерти. Методы. Есть очень много методов, можно сказать, что столько же, сколько людей, касательно ходатайства. Вам нужно найти свой метод ходатайственной молитвы. Многие люди, например, заводят списки за тех людей, за которых они, тех людей, о которых они молятся. В определенной степени я тоже это использую. но в некоторых вопросах мне не нужны списки. Но молитва за... иметь список людей, которым мы молимся, иногда хорошая идея. У других людей есть фотографии тех, за кого они молятся. и эти фотографии они размещают где угодно, на холодильнике, в туалете, на доске где-нибудь. Потому, например, ну, в общем, там, где они больше всего времени проводятся. Вы должны развивать определенные вещи в своей жизни, которые помогут вам быть ходатай. Когда я молюсь за людей, после того, как я молюсь определенное время, я нахожусь в тишине, потому что я хочу услышать то, что Бог мне скажет. Потом мы перейдем к молитве слушания. Я вам расскажу об этом. Потому что это очень интересная тема. Но когда вы слушаете, Бог вам кое-что напомнит. Чтобы вы молились об этих вещах. вы увидите, как Бог дает вам развлечения или слова, чтобы сказать этому человеку. И когда мне Господь говорит, так я приношу это снова Ему, я их провозглашаю, эти вещи, которые мне Бог дает. Иногда я говорю, Боже, я не знаю, как молиться об этом человеке. Дай Духа Своего Святого, чтобы я мог молиться Духом об этом человеке. Иногда это на духовном языке. Иногда это внутренний знак для человека. И я делаю это до тех пор, пока не чувствую, что Отец мне говорит достаточно. Я веду записи. Это часто может помогать. Потому что так мы можем видеть ключевые вещи об этом человеке в плане ходатайства. Через это Бог может давать также направление для будущего. Когда это возможно и целесообразно, то хорошо помолиться об этом человеке в его присутствии. Иногда даже простой пример, о чем ты бы хотел, чтобы я помолился за тебя, может открыть дверь. Это может быть откровением. Молитва — это способ оказать людям свою любовь. «Благодать» и «Благодать» и «Милосердие», «Сострадание» и «Любовь» к этим людям всегда находятся вместе, когда мы молимся и ходатайствуем за людей. Одно слово предупреждения я вам скажу. Никто из нас не может поддерживать или нести бремя за всех людей. Мы все-таки ограниченные люди. И смирением является признание нашей ограниченности. Иногда люди приходят и говорят, помолись за меня, и не понимая, о чем они просят. Иногда хорошо вообще подождать и посмотреть, что Бог хочет сделать. Я верю, что Господь нам четко покажет, о чем нам нужно молиться и за кого. А другое мы можем с уверенностью отдать в Его руки. Для некоторых это довольно тяжело молиться за других. И для этого может быть множество причин. поэтому так же хорошо молиться, чтобы ваша любовь возрастала. у нас есть это ответственность и привилегия ходатайствовать о благополучии других людей перед Богом. Благодаря средствам ходатайственной молитвы Господь расширяет для каждого человека приглашения участвовать в благополучии других людей. Амэн. Теперь перейдем к молитве слушания. я говорил об этом не один раз. И иногда люди удивлялись как это молитва слушания разве молитва не заключается в том чтобы мы говорили. но я обнаружил что вот эта идея о молитве слушания она вообще утрачена. Но я верю что она является ключевой для понимания Отца Его Духа и того факта что Он хочет иметь общение с нами. Божье желание для нас чтобы мы были близки с Ним. Если мы хотим углубляться в нашем хождении с Ним тогда мы должны будем развивать эту близость с Ним. истинная близость заключается больше чем просто в общении с Ним. Она включает также слушание Его. Поэтому наша часть нашей молитвенной жизни является слушанием. У нас есть наши просьбы наш молитвенный список мы молимся об этом говорим омэн на это и потом идем дальше делать что-то другое. Правда? Но если мы на самом деле понимаем что это тогда это значит что мы учимся слушать. я раньше думал что если Бог говорил четче тогда я бы ближе был к Нему и следовал за Ним. И мне пришлось научиться что Бог говорил четко но я не слушал. как мы слушаем и опять же мы говорим об этом тихом голосе нам кажется что Он всегда будет говорить тихо и нам нужен слуховой аппарат чтобы Его хорошо услышать но не в этом суть. Иногда я просто затихаю и слышу кое-что но раньше я не был уверен Бог это или нет но это Бог но это Бог и когда мы учимся понимать это мы поймем что Бог желает общаться со Своим народом даже больше чем мы хотим этого общения с Богом Он тот же самый Бог который говорил с народом Израиля с Авраамом с Моисеем с Гидеоном и с другими о ком мы читаем каким-то образом они слышали Его голос и Он тот же самый Бог если у нас есть уши чтобы слышать мне пришлось научиться слышать Его голос через вот эту молитву слышания через практику этой молитвы слышания это не только для тех кто являются по своей натуре мыслителями это для экстравертов и интровертов одинаково у вас может быть такая идея когда мы говорим о молитве слушания это то что практиковалось раньше давным-давно святыми мистиками это практиковалось монахами в монастырях но это не для нашего времени не думайте так это не ограничено характером какого-то человека или каким-то периодом жизни это не приготовлено для сверхдуховных людей не только для тех кто в наших глазах кажется испытывал эту близость с Богом а мы ее не испытали вот это молитва слушания это та молитва которой верующие могут наслаждаться сегодня и так в чем она заключается как выглядит молитва слушания как в этом мире шума и беспорядочного беспорядочного действия можем практиковать эту молитву вы знаете я живу в Финляндии если вы придете ко мне домой и выйдете на улицу выйдете из дому вы услышите тишину вы знаете что вы можете слышать тишину можно к нам приезжали люди и они очень сильно нервничали потому что было очень тихо у нас они включали радио у нас нет телевидения но они в общем чем-то пытались заняться потому что так привыкли к шуму постоянно что они могут успокоиться не могут остановиться и отдохнуть и это говорит мне о личности если вы не можете находиться в тишине тогда что-то не так с вашим духом потому что если мы не выделяем время для слушания если мы не можем прийти к этому миру в нашем теле в нашем духе тогда что-то серьезно не так я не говорю что мы должны быть бездейственными не об этом речь но если мы постоянно имеем вокруг себя эти действия шум тогда что-то не так молитва слушания это размышление она полна мыслей и размышлений и она требует усилий это не пассивная форма молитвы потому что она требует активного слушания и сфокусированного внимания а также уверенного ожидания что Бог проговорит многие люди считают что это странно очень интересно иногда испытывать определенные вещи Писание говорит в Писании содержит такой вопрос слышим ли мы Мой внук один из внуков он очень интересно выражает это я начинаю с ним общаться он ничего не говорит он тихо слушает но точнее он ничего не говорит он притихает но я чувствую вижу что он не слушает меня и внезапно я привлекаю его внимание я говорю Аарон ты слышал что я говорил а что ты что то говорил дедушка то есть слушание это не обязательно просто что мы затихаем мы должны быть активны в своем слушании Писание говорит слушай и слушай и слушайся поэтому это не пассивное явление это активное действие все равно даже в этом слушании мы находимся перед Богом размышляем над тем что мы прочли и о чем помолились но также должно присутствовать ожидания когда мы с нетерпением ждем того что он сделает в псалмах Давид часто говорит о том как изображает человека который ждет Бога 61 псалм my soul waits in silence for God alone 62 1 wait a second please my soul waits in silence for God только только Бог ждет душа моя от него спасение мое 61 псалм 1 стих или 2 стих давид давид знал что это давид знал что это давид давид раньше он пас овец он сидел под деревом своей небольшой арфой прославляя и воспевая Господа он также проводил время слушая псалм 42 2 David also says my soul thirsts for God for the living God when can I go and meet with him псалм 41 3 4 стих жажди душа моя Бога Бога живого когда приду явлюсь перед Богом David имел жажду и желание встретиться с Богом мы должны также это развивать в себе когда для нас встреча с Богом становится намного важнее чем что-либо другое когда мы встретимся с Богом он даст нам мотивацию для других сфер жизни молитва слушания это пребывание с Богом когда у нас ничего нет в руках я знаю что может быть это звучит немного странно но мы должны опустошить себя от всех наших личных желаний и позволить Богу вложить в нас то что Он хочет пауз 46b пауз 46 10 пауз 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 45-й Псалом, по-моему, 11-й стих. «Остановитесь и узнайте, что Я Бог, превознесен буду среди народов». Иногда нужно много дисциплины, чтобы остановиться и успокоиться перед Богом. Мы дисциплинируем себя, чтобы постоянно встречаться с Господом, чтобы переносить просьбы к Нему, ходатайствовать, изучать Слово Его. Почему сидеть просто перед Его стопами так сложно, без какого-то плана, а иногда даже пугает? Это правда. Когда я общаюсь с людьми, они иногда просто боятся тишины. Когда вы находитесь на молитвенных собраниях, вы это замечаете. Могут наступать моменты полной тишины. И те люди, которых нервирует тишина, они пытаются что-то в нее внести. Тем не менее, это время, когда мы можем услышать голос Божий. Многие из нас пытаются сказать, что мы не имеем достаточно времени. А те, кто выделяет время для того, чтобы слушать Бога, иногда жалуются, что Бог не говорит ясно или вообще не говорит. Но, исследуя, например, лично мою жизнь, я нашел другие причины. Часто я просто боялся того, что я могу услышать. Я боялся, что услышу от Бога, что ты сделал что-то не так, должен был это сделать по-другому. Часто, когда я нахожусь в Божьем присутствии, Дух Святой дает слова, которые проходят внутрь меня. Это могут быть слова обличения, но также слова любви. А иногда никаких слов не будет. Он просто хочет, чтобы я был с ним. Было ли у вас такое чувство? Просто было приятно быть в чем-то присутствии, где не нужно было говорить или что-то делать. Просто можно было быть вместе. Иногда так хорошо поступать и с Богом. Он не требует, чтобы мы всегда говорили что-то. Он хочет просто, чтобы вы были с ним. Когда Бог обличает, Он указывает на какие-то вещи или дела, или поступки, которые мы должны исповедать. Или иногда я должен исповедать какие-то неправильные вещи перед другими людьми. Но это направление для меня, чтобы было примирение. Много раз, когда я беру время для того, чтобы послушать Бога, Дух Святой может мне напомнить о каком-то комментарии или общении, которое у меня было. Который был, который не назидал никого или был неуместен. Если я отдаю время Духу Святому говорить мне, тогда я могу, например, увидеть ту боль, которую я кому-то причинил. Только благодаря действию Духа Святого я могу признать свой грех, исповедоваться и пойти в другом направлении. Другие времена Бог показывает нам вещи, которыми мы бесчестили Его. Когда я, например, негодовал или гневался из-за какой-то ситуации, Он мог мне открыть, что это было проявлением моего недоверия Ему. Если мы доверяем Богу, мы должны быть готовы к тому, что Он испытает нас в этих вещах. Иногда нам не хватает просто доверия Ему, и поэтому мы начинаем беспокоиться, а потом злимся или гневаемся. Он способен помочь мне и укрепить меня в любой ситуации. И мне нужно научиться этому. Перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok